здорово народ в этом видео я вам расскажу свои мысли впечатления и что не так с играми который попробовал за последнее время поскольку многие игры уже надоели или попробовал в них поиграть или наигрался хочется попробовать во что-то новое интересное но когда начинаешь искать игры особенно бесплатные натыкаешься на кучу билиберды да есть какие-то положительные стороны даже есть во что в принципе поиграть из бесплатных игр но вот расскажу про бесплатные игры которые я попробовал и про платные которые у меня уже куплены но почему я в них не играю сейчас итак давайте начнем с таркова да это не бесплатная грана мне куплено уже давно еще в то время когда нельзя было в нее поиграть даже после того как ты ее купил игра была куплена предзаказом за 5 косарей и вот недавно вышел патч где был вайп и казалось бы сейчас самое то время чтобы играть в тарков но нет немного поиграл я понял что игре плохо вышел не самый лучший патч не самый качественный в техническом плане до играть стало гораздо интереснее мне было невероятно интересно в плане геймплея игра развивается в нужную сторону причем я это первый раз заметил до этого не замечал в целом не играть было в тарков ну скорее неприятно чем по кайфу улучшились анимации или вернее сказать изменились некоторым они не нравятся мне в принципе понравилось новые звуки тоже понравились вообще в целом геймплей был прикольный в этом вайпе но проблемы со звуками некоторые остались и не все новые звуки приятные изменения со звуком на мой взгляд нужно еще больше далеко игра не в идеальном состоянии в плане звука по поводу технического состояния остального визуальная игра не улучшилась ни хрена выглядит по-прежнему как жопа я попробовал поиграть с фонарем везде где мог как можно чаще ставил фонарь и с фонарем хоть что-то где-то видно играешь там в какую-то тактику со своими фонарями ходишь что-то там пытаешься увидеть но фонари такая замечательная вещь что без них не видно потому что все темное с ними ничего не видно потому что все становится супер белое светлое тот кто играл понимает что и с фонарем ни хрена не видно толком с фонарем тоже надо помучиться как-то все настроить чтобы было не супер засвечено это все конечно понятно но это не те проблемы из-за которых я перестал основа играть в тарков и буду ждать следующих патчей вайпов и так далее на мой взгляд уже лучше но играть все же невозможно и нет смысла из-за следующих проблем у многих игроков таркове во время загрузки в рейд начал появляться синий экран смерти после чего твой компьютер немножко там думает потом перезагружается снова ты заходишь тарков и попадаешь в рейд хотя ты в нем уже там стоишь пару минут в любом случае в это играть не прикольно и нереально даже без стрима а со стримом ловить перезагрузки компьютера это вообще ни в какие ворота не лезет это раз второе если ты во время того как открыл запустил таркова он тебя на компе все вот уже работает ты пару раз его сворачиваешь все игра может на хрен зависнуть насколько я понимаю по ходу игра стала более требовательной компу такое впечатление что после этого вайп сжирать еще больше оперативы и видимая она там заканчиваться ее не хватает или не знаю может что-то там некорректно настроена неправильно загружается выгружается в общем и целом стримить тарков на одном компе крайне тяжело даже если он далеко не самый слабый часто игра зависает на стриме ты хочешь тебе нужно иногда игру сворачивать чтобы что-то там сделать на втором экране тех же самых 16 его в оперативы я так понимаю уже не особо хватает на тарков я не знаю сколько надо его оператив 32 народные умельцы ставят файл подкачки огромный и вроде как проблема с синим экраном проходит у некоторых но не у всех в общем и целом я считаю что такое большое количество людей у которых начал появляться синий экран после этого вайпа эта проблема все же не у игроков а у нового замечательного патча который нужно будет дорабатывать и я в игру плотно буду играть когда-нибудь потом в следующем патче или вайпе который будет более качественный в техническом плане но надеюсь геймплей тоже будет улучшаться или как минимум не ухудшаться поскольку уже было вполне себе интересно вот по этим причинам таркова ближайшее время не будет наверное года пол точно следующая игра которая уже бесплатно но в которой я тоже перестал играть это пупх player announce battlegrounds просто он надоедает в него сыграно уже долго и много и порой непонятно зачем него много играть тем более в игру мне не сильно нравится играть доску воды и так далее поскольку поначалу все нормально после того как выходит патч какой-нибудь крупный в пубге первые пару дней ты играешь по кайфу на расслабоне веселые интересные моменты вокруг все враги в основном слабенькие обычные ничего из себя не представляющие с ними порою супер весело играть они не то что в скилл какой-то играют нагибают они просто бродят лазят там какой-то ерундой занимаются с ними можно повеселиться но потом через пару дней после патча начинают играть в игру такое ощущение что только одни киберспортсмены задроты и с ними у супер душно играть да можно сначала там потренироваться попотеть в скилл что-то против них там поиграть но рано или поздно все равно еще через несколько дней игра уже супер сильно надоедает становится невероятно душной играть в это больше не хочется максимум можно поиграть иногда соло против каких-нибудь там непонятных челиков супер слабых обычных но все равно это тоже быстро надоедает просто ирану надоело в нее есть смысл играть пару дней после крупного патча все следующая игра в которую я иногда захожу просто поиграть побродить но в общем и целом тоже все меньше и меньше захожу это дед сайт тут в принципе картина та же самая это игра тоже вроде не бесплатная но нам не куплено давно она в раннем доступе здесь выходят патчи и тоже игра со временем становится все интереснее и интереснее особенно от первого лица вообще как-то так атмосфер ненько мне понравилось она вроде бы стоит не сильно много и там иногда скидки бывают и она стоит еще меньше в общем и целом суть игры в том что у тебя есть безопасные точки на карте много всяких деревушек или даже городов бункера у всяких и точек интереса на карте которые появляются исчезают у них есть свои разные сложности есть разные мероприятия там с различными движухами куча ботов всяких по карте разбросы на которые то ходят там как конвой какой-то то простые обычные какие-то там работяги из деревни или иногда солдаты всякие ходят разный лут можно лутать приносить свою безопасную точку и складировать это у себя все в своем складе также можно построить базу которую нужно будет периодически скорее всего защищать очень много всяких пушек шмоток много всего интересного конечно прикольно выходить и со шмотками там своими пытаться добыть еще больше шмоток и принести назад то если подохни что все потеряешь в этом какой-то прикол есть но все же игра в раннем доступе и она только развивается в нее только добавляют все то что в ней должно быть поэтому контента конечно с каждым патчем все больше и больше но хочется еще например там когда-то обещают транспорт точнее они его делали значит он когда-то наверное будет ну и после того как появится в игре транспорт я думаю остальные механики и в целом геймплей поменяются вот тогда и можно будет посмотреть на игру уже более серьезно а пока что просто иногда прикольно зайти там что-то побродить отдохнуть от всех остальных дурацких игр игра выглядит прикольно единственно что непонятно что за движок у них такой и текстурки мажутся во время движения это не сильно прикольно выглядит но в общем и целом игра прикольная приятная в нее интересно походить побродить но это не какая-то там супер веселая динамичная игра в которую ты насыщен геймплеем это скорее игра начали на расслабоне побегать поизучать локации походить какой-то мусор полутать по выполнять какие-то миссии на карте да может какая-то динамика там есть в рейдах на базы и так далее но мне это не сильно интересно вообще это базы там вот это вот все да и строить свою базу тоже жалко поскольку я за ней следить особо не буду ее там снесут когда-нибудь защищать я тоже не буду но так или иначе какой-то прикол в этой игре есть даже сказать плохого про нее нечего просто не сильно много людей и занимаются и она потихоньку там развивается и ок также следующая игра бесплатно в которую я попробовал это варфейс зашел я варфейс что это из себя она представляет это какие-то маленькие карты туннельные коридорные закрученные заверченные такое впечатление что они даже еще меньше чем в counter strike и в контре сложно сказать что карты коридорные но такое впечатление что варфейс это какие-то обрубки карт из контры более коридорные более маленькие при этом оптимизации я вообще не заметил все дергается все лагает анимации топорные деревянные настолько ужасно что челики бегают там есть вот эти подкаты на которых которые со стороны выглядят как будто бы чел на жопе едет 50 метров причем он начинает ехать за 0 секунд он просто бежал бежал и вдруг начинает ехать на жопе и одновременно с этим попадает тебе в голову и ваншотит короче выглядит и играется все это очень дерьмово анимации мне не понравились геймплей тоже все дергается не оптимизированная игра полная жопа да там какие-то поклонники у игры есть в нее играют там чуть ли не 10 лет или сколько и там очень старая игра но при этом оптимизации и вообще не заметил за столько лет да и я не понимаю что там оптимизировать игра небольшая но играется крайне дерьмово я понимаю что есть фанаты у этой игры они в нее там играют 200 лет но мне вообще не понравилось это мое мнение и какая игра на самом деле решайте сами для себя мне не понравилось просто дерьмище также поиграл недавно в бесплатную проект армата armored warfare в принципе визуально мне игра понравилась оптимизация не сказать что она прям классная но немножко там какая-то на есть так себе в целом оптимизация средненькая не похвалить не сильно поругать не могу такое наверное у кого компы послабее они будут супер сильно недовольны оптимизации у кого очень мощные компы они наверное скажут что да нормально в плане меню очень красиво все нарисовано лаконично четко понятно все везде меню реально хочется похвалить молодцы там такие же как в картошке ветки прокачки там танчики качаешь какие-то переходы между поставщиками есть в общем чё-то там какой-то контент есть карт вроде как много они тоже в такое впечатление что как в картохе иногда повторяются то есть нет такого что ты все карты по очереди граешь а кучками как-то карты повторяются не знаю бывали моменты когда какие-то карты по несколько раз подряд играл поначалу это конечно не сильно в глаза бросается но я думаю что если в эту игру играть много то это будет задрачивать карты на первый взгляд лучше чем в world of dance конечно на них надо поиграть много чтобы более конкретно и четко понимать где какой респ сильный слабые позиции какие там лучше хуже но в общем и целом играется интуитивно понятней карты проще и приятнее ты играешь против врагов они против карты если в world of dance что бесит в картах то что ты не можешь никуда не подлезть не подъехать к врагу чтобы против него поиграть все карты коридорные со всякими укрытиями где ты просто засел и сидишь и враг точно так же сидит и к нему не по мне может толком подъехать то вот в армар от warfare ты именно ездишь против врагов играешь карта тебе не мешает в этом это приятно и прикольно по крайней мере так кажется на первый взгляд но вот в плане стрельбы и ощущение того как ты наносишь урон в этом плане мне армар от warfare показался не такой прикольный как в world of tanks стрельба мне показалась более посредственной и не вызывающей никаких эмоций да в картошке стрельба просто жуть просто трясет от нее но она в общем и целом интересней это еще зависит от того что почем мы стреляем в кого уязвимой зоны как выцеливаем и так далее в армар от warfare как-то стрельба выглядит менее интересный но более приятный чем world of tanks из-за чего она смотрится еще более посредственно не знаю как в общем описать свои чувства но примерно они такие поэтому армар от warfare прикольная игра но в общем и целом играть в нее не сказал бы что супер интересно но жопа от нее не горит игра в принципе более-менее приятная поначалу особенно для новичков ничего плохого в ней не вижу но и супер интересного тоже так еще попробовал поиграть в бесплатную игру will to live онлайн это что-то похожее на stalker как из названия уже понятно что это онлайн игра что хочется сказать игра выглядит ну так более-менее но какой-то странный движок в плане освещения чересчур контрастность какая-то перекрученная и в настройках там даже ползунок есть контрастностью ты его крутишь мутишь но в итоге игра все равно выглядит странно темные места чересчур чернючие какие-то и в общем игра выглядит как-то странно в плане освещения внешний вид у игры далеко не самый лучший на это можно было бы закрыть глаза если бы геймплей был бы насыщенный интересный и прикольный также история и сюжет подавался бы легко и просто чтобы мы могли с удовольствием погрузиться в сюжет и наслаждаться им они мучатся и страдать какие проблемы в плане сюжета в этой игре такое впечатление что разработчики придумали там какой-то сюжет написали сценарий и в голом виде просто выбросили его в виде огромного рулона текста каждый раз когда подходишь какому-то npc и пытаешься у него взять задание я как игрок не должен этим заниматься мне ну нафиг не надо озвучка этих всех текстов она ее мало мало что озвучено это только у некоторых npc якобы у типа у главных или хрен знает у кого очень много приходится огромные рулоны текста читать самому при этом нету такого что ты приходишь тебе четко написано вот тебе нужно вот это вон там столько то столько то столько то штук и возможно какие-то там особенности нет ты приходишь и тебе именно история рулон текста написан и ты должен как книгу сидеть читать темп геймплея сбивается ты останавливаешься начинаешь это что-то там читать потом куда-то идти какие-то фигнюшки собирать что-то там лутать собирать носить приносить и опять приходишь тебе рулон текста опять темп геймплея сбит насыщенность игры теряется и ты опять сидишь считаешь эту муть это очень сильно напрягает отягощает и игрок не должен этим заниматься все должно быть проще приятнее подаваться при этом интерфейс он вроде бы особо каких-то нареканий к нему нет но он нарисован как чуть ли не под мобильный телефон и все такое крупное большое не особо красивая вроде поругать особо не за что но человек который делал интерфейс не особо со вкусом в общем и целом играть в это тяжело и не супер интересно насыщенность геймплея потеряна полностью еще игра выглядит из-за освещения ну так себе поиграл часа три в эту игру я просто тупо устал а все мои друзья которые тоже играли со мной параллельно устали еще раньше или внули с игры поскольку игрок не должен сценарий читать голый это не интересно также еще отправляясь куда-то там в пустошь в рейды на какие-то там точки интересов какие-то деревни ты приходишь появляется какое-то задание тебе нужно сделать что-то там что-то там скрафтить ты смотришь что тебе надо скрафтить там на появляется миллион различных предметов каждый предмет крафтится еще из миллиарда предметов у тебя инвентарь уже забиты и ты такой смотришь на все это это все на тебя высыпалась за что хвататься что делать вообще непонятно просто ужас а у тебя голова и так кипит от этого супер великолепно поданного тебе сюжета и это просто жуть может быть кому-то такое и нравится но это прям особенные какие-то люди должны быть с каким-то непонятным мне характером мне это игра не понравилось да и все кто со мной тоже играли тоже не особо-то оценили супер душная игра следующая бесплатная игра уже более-менее неплохая в которой я поиграл единственное которую я наверное не буду ни за что ругать название у нее конечно интересно я не знаю как она правильно читается и даже не буду специально лезть в интернет смотреть как она читается за кукле frontier я хочу прочитать так но наверное она правильно читается за cycle frontier но на самом деле мне вообще похер как она правильно называется в чем суть этой игры у вас есть там две карты уже поначалу когда я пробовал еще на каких-то там тестах в нее играть была одна карта всего лишь перед тем как отправиться на одну из этих карт вы собираете своего персонажа из того инвентаря который у вас там есть на складе чего вы там накупили на приносили то но там у вас есть вы одеваете своего персонажа рюкзак аптечки какие-то расходники патроны пушку обвесы на пушку там есть дробовики и пистолеты пистолеты пулеметы какие-то снайперки автоматы в общем и целом снаряжаетесь и отправляетесь в капсуле какой-то на одну или другую карту попадаете на эту карту на планету суть в том чтобы выполнять задания которые вы взяли у себя там в городе в убежище понабрали заданий в одной из трех фракций оделись и отправились это грубо говоря тот же самый тарков только космический какой-то с какими-то там разными картами планетами отправились в рейд по выполнять задания полутать различные там заброшенные здания лаборатории там абсолютно разного направления здания лесопилки какие-нибудь заброшенные в болоте лаборатории просто там какие-то здания на берегу в лесу в болоте в общем там карта разделена на различные зоны и в этих различных зонах тебе нужно что-то повыполнять что-то полутать выжить если ты сдохнешь ты все потеряешь если ты выжил чё-то налутал задание по выполнял опять возвращаешься в город там где три фракции сдаешь им задание у них повышается там твой уровень репутация ты открываешь более новые шмотки вещи строишь свою базу там улучшаешь тратишь на это ресурсы в общем и целом очень сильно похоже на тарк но атмосфера совсем другая сеттинг другой внешний вид другой не всем далеко не всем понравится что это там какая-то космическая лабуда все пушки вы выдуманы придуманы атмосфера совсем другая но кому-то может наоборот понравится в целом игра неплохая более-менее норм играется но единственно что атмосфера игры меня не сильно цепляет вот дух таркова мне больше нравится чем вот это вот космическая лабуда но это на вкус и цвет на мой взгляд в техническом плане cycle frontier получше чем тарков но в таркове грубо говоря по внешнему виду тарков более захламлен всем и движок не такой сбитый и целостный да и карт ним намного больше в общем и целом в таркове больше контента он больше захламлен поэтому и в техническом плане на мой взгляд его еще нужно полировать много лет а вот cycle frontier он более сбитый целостный и уже готовый но в нем меньше всего меньше контента и люди я видел который стримит эту игру cycle frontier они очень быстро как-то наигрываются поскольку говорят а уже и делать нечего вере хотя народные умельцы и тарков быстро проходит ну в общем сами выбирайте что вам больше нравится ну и последнее во что я поиграл недавно это хейла infinite что хочется про эту груз катя два раза в нее пробовал поиграть один раз совсем недавно и первый раз не знаю может год прошел может полгода в общем и целом ничего не изменилось кроме того что мне показалось что и расстала немного оптимизирование не так прожорливо напрягать мой комп но в общем и целом по геймплею все то же самое что и было играть вообще не интересно там есть режим где карты большие есть режим где карты поменьше вот режим где карты большие вообще не интересно играть новичкам те кто в первый раз пришли в игру онлайн у игры маленький хоть игра и бесплатная на мой взгляд она более-менее оптимизированная выглядит хорошо не сказать что прям революционная балде на но как для бесплатной игры она выглядит наверное по внешнему виду одна из лучших среди всех остальных бесплатных игр но вот с платными играми не совсем она потягается но выглядит более-менее добротно какие вообще претензии по геймплею это такой вот сессионный шутер ты нажал в бой сам или с друзьями играешь команда на команду либо там 4 на 4 либо там больше на больше не помню сколько там в большом режиме на большой карте фишка в том что на больших картах там нужно изучать где чё лежит какие-то там пушки на стенах где там какие-то летающие корабли ездящие какие-то квадроциклы или еще какая-то байда поскольку люди садятся в них и просто летают или ездят все убивают с каких-то пулеметов пушек больших и играть не особо интересно поскольку ты как новичок просто мясо какое-то при этом когда ты начинаешь обычной пушкой этим автоматом стрелять по врагу в дюмо надо всадить там чуть ли не две обоймы супер долго прям в него долбить и попадать или прям всю обойму надо в него всадить без промахов только тогда ты завалишь врага это настолько не интересно и тупо смотрится но есть много пушек которые там ваншотят врагов куда попало но они лежат в каких-то там особенных местах надо знать и дети места если кто-то эту пушку подобрал то она появится не скоро следующий раз и в этом вся суть просто люди которые знают где чё как они уже просто сразу это берут и все направо и налево ваншотят летает с кораблей все убивают а ты вот это ходишь с автоматиком пукаешь там по полчаса по врагу и ничего убить не можешь это супер неинтересно ощущение от стрельбы максимальное говно вообще неинтересно стрелять но берем и забываем про этот режим с большими картами отправляемся на маленькие карты там где играешь 4 на 4 там уже более-менее ближний бой карты меньше на них легче ориентироваться они более коридорные геймплей становится более насыщенный активный уже более-менее даже иногда весело и прикольно ты подбираешь там пушки по-разному они там стреляют кто-то лазерами у кого-то медленно патрон летит у кого-то быстро легче уже понять где там лежит это снайперка которая с одной пульки ваншотит да из автомата стрелять вблизи полегче хотя тоже до сих пор неинтересно это начальная пушка этот автомат она такая конченная просто полчаса стреляешь по врагу и только потом может быть если все обойму попало ты его победишь убьешь на маленьких картах играть интересно мне понравилось но даже на маленьких картах встречаются карты с транспортом которые я не пойму на хрена не нужны весь интерес убивают эти всякие там звездолеты корабли которые летают ездят хрен куда там чё убьешь враги всех ваншотит ну или очень много хпс носят с одной тычки короче основные проблемы и что не нравится это геймплей и стрельба причем только на маленьких картах без транспорта можно немного повеселиться и поиграть онлайн вечером там тысячи три вроде был но честно говоря время прошло а геймплей в игре как был дерьмовый как он никому не понравился не только мне и все кто со мной пришли поиграть мы втроем играли никому не понравилось чем разработчики все это время занимались такое ощущение что игру сделали просто для аллочки чтобы было а не для того чтобы люди приходили играли и интерес был настолько обалденный что люди бы звали своих друзей онлайн роз ощущение что разработчикам вообще не интересную игру развивать поскольку у нее все есть вроде более-менее оптимизированный движок внешний вид есть просто геймплей сделай интересны для людей то дерьмо которое вы сделали никому не интересно играть людей в игре нет вообще ну и 12 числа 12 июля в игре stalker онлайн или как он называется stay out сложно вообще сказать чё с названием и у игры такое впечатление что у игры два названия stalker онлайн stay out 12 числа будет патч вроде как крупный интересный и я тоже попробую в это поиграть игра тоже бесплатно я надеюсь что хоть эта игра мне зайдет больше чем все то что я перепробовал в итоге из всего бесплатного что я попробовал во что есть смысл играть halo infinite стоит играть только в маленький режим 4 на 4 это не все карты will to live онлайн стоит играть если вам интересно сидеть и читать рулоны текста the cycle frontier если вам космическая тематика нравится тоже вполне себе водная игра player knows battle rounds тоже можно поиграть если вы в него никогда не играли она бесплатная эта игра dead site пока что игра недоделанная вот через сколько-то патчи возможно уже можно будет целиком и полностью в нее погрузить armored warfare в принципе тоже играбельная игра единственно что как вам зайдет стрельба будет интересно или нет и насколько мощную вас ком поскольку оптимизация ну так warface мне не понравился вообще в плане анимации в плане стрельбы и геймплея ужас да и оптимизации ну просто ее нет хотя там игра малюсенькая в плане карт я не понимаю как она умудрится лагать по-прежнему остается играть только world of tanks который я уже прошел вдоль и поперек сложно найти что-то в этой игре интересное для меня ну и попробуем 12 числа stalker онлайн но этот stay out stalker онлайн который стиме этот патч выйдет аж осенью а вот у них на сайте если лаунчер качать я так понимаю выйдет патч 12 числа как-то так вот мои мысли про бесплатные игры которые я за последнее время попробовал конечно бесплатных игр больше там есть еще что попробовать но это все занимает очень много времени можете написать в комментариях какие бесплатные игры нравятся вам с вами был варчик играйте красиво подписывайтесь ставьте лайки увидимся пока